Доброе утро, дорогие друзья и уважаемые телезрители! С вами Ольга Панченко, программа «Утренний кофе». У нас в гостях сегодня Виктория Севрякова, заслуженный художник Российской Федерации, театральный художник, художник по костюмам, в активе, у которой находится более 400 спектаклей и, безусловно, лауреат премии «Золотая маска», потому что с таким активом и без такой награды практически невозможно. Виктория, где-то я услышала, что каждый день ваши спектакли смотрят порядка 10 тысяч человек. Это же колоссальная ответственность как художника, и это такая трансформация и несение себя в мир. Как вы себя в связи с этим чувствуете, ощущаете? Какой посыл вы хотите дать своим зрителям? Знаете, когда я первый раз вот эту цифру для себя вывела, ну, там, если каждый вечер идет не меньше десяти спектаклей, в каждом театре не меньше тысячи зрителей, 10 тысяч человек, то есть такого количества зрителей не может себе намечтать никакой художник. Я не знаю, ни Шилов, ни Глазунов, никто в самые звездные времена, 10 тысяч человек – это много. И в этот момент я вдруг так переосмысленна свою профессию, казалось бы, ну, что такое художник по костюму? Ну, соломенная шляпка, безделица и тряпка, по сути дела, да, фасончик красивенький, да, идущий, да, и в эпоху, да, в эпоху. Ну, казалось бы, ерунда, но когда я начинаю думать про цифру 10 тысяч людей, которые покупают билеты недешевые, приходят в зал, и через три часа они выходят, и я в какой-то степени несу ответственность за то, какими они выйдут. Понесут ли они дальше любовь, погладят ли они собаку, приласкают жену. То есть я несу ответственность за то, какой наполненности они выйдут. И тут моя профессия вдруг стала такой серьезной, ответственной и... Значимой. Значимой. Более того, больше, чем я даже думала, когда, да, начинала свою карьеру, училась в институте. Когда есть возможность сделать какую-то прививку 10 тысячам человек, и пусть это будет прививка красоты, я понимаю, что я тогда лучше буду выбирать, что я буду делать, как я буду делать. Я буду выбирать пьесы, я буду выбирать режиссеров. И мы будем вместе это делать. И сейчас я... Это рискованно, да, я приглашенный художник. Меня выбирают как девушку, да, могут выбрать, могут нет. Но я очень часто теперь отказываюсь от работы, потому что я очень хочу, чтобы зрители, которые выходят после спектакля, знаете, как пела Куджакла, чтобы они, по крайней мере, почувствовали себя счастливыми или выглядели счастливыми. Поэтому мне очень важно вот это ощущение счастья. Счастья внутренней наполненности. Говоря о значении костюма, я воле судеб по огромной счастливой случайности услышала вашу лекцию о мифологии русского костюма. Она меня поразила в самое сердце, потому что русский костюм – это то, из чего мы все вышли. И этот макромир, вот этот космос, о котором мы ничего не знаем. Расскажите, что такое настоящий русский костюм? Не вот эта фальсификация, которая нам была навязана потом. И какое вообще значение имеет знание и понимание, где наши корни и откуда мы родом? Ой, для меня это такая неожиданная больная тема. Казалось бы, я театральный художник. Это мое дело придумывать, более того, фантазировать на любую тему. Но вот такой момент абсолютного озарения наступил лет 15 тому назад, когда я попала в этнографический музей в Санкт-Петербурге. И меня провели по запасникам. И меня проводил начальник отдела запасника этнографического музея. И она мне рассказывала, как это рассказывают экскурсоводы, безэмоционально, просто подводя, открывая какие-то шкафчики. А у меня было ощущение, что мне открывают государственную тайну. Потому что, во-первых, я ничего этого не знала. Я профессиональный художник по костюмам, да, с образованием, с художественной школой. Я ничего этого не знала. Она мне открывала вещи, которые я не просто не знала. Я вдруг стала их примерять на себя. Вот это удивительное ощущение. Сейчас открылась потрясающая выставка в историческом музее. И я очень надеюсь, что мы... Она называется «Праздничный костюм народов России». Я очень надеюсь, что мы сделаем акции вокруг этой выставки, потому что люди приходят просто посмотреть красивые, никак не ассоциированные с собой костюмы. Красивые, разные губернии, всё прекрасно. Но никто не считывает ту информацию, которую каждый из этих костюмов... Не перекладывает на себя. Не перекладывает. И вдруг в какой-то момент я подошла... Я понимаю, что мои папины линии, это Курская область. Я подошла к Курскому костюму. И знаете, как вмонтировалась головой в манекен. И вдруг я поняла, что я что-то начинаю в себе понимать. Более того, я начинаю понимать что-то в себе, в своей женской истории. Я начинаю понимать что-то в истории своей телесности, в ощущении себя. А поскольку вся одежда, которая выставлена на выставке... Знаете, у русских не принято было передавать по наследству одежду несчастливую. Опять возвращаемся к счастью. Передавалась только одежда от бабушки к маме, через маму, к дочке, внучке, Которая была счастлива. Если женщина убил муж, если она потеряла детей, Эта одежда никогда не передавалась. Как бы она шикарно не выглядела и не была расшита, я не знаю, речным жемчугом, Никогда передавались только счастливые вещи. Все-таки вот этот энергетический посыл... В историческом музее они имеют шанс подпитаться энергией счастливой женской одежды. Дорогие телезрительницы и телезрители, обратите на эти слова Виктории внимание. Это очень важно. Идите и пробуйте подключиться к каналу счастья. Есть знаменитая французская культурологическая теория о том, что страны можно делить на мужские и женские. Как это ни странно, главный критерий вот этого гендерного разделения – это народная одежда. Если мужчины в народном костюме одеты ярче, если у них больше украшений, если они похожи на павлина... Селезень такой, да? Да, или павлин, или селезень. А женщины похожи на серую куропатку, то это, естественно, страны мужчины. А есть страны, где женщина украшена, где на ней монеты, всё состояние мужчины, какие-то ткани, золотая вышивка. То, конечно, это страны женщины. Как ни странно, иногда люди очень обижаются. Говорят, ну почему у нас страна женщина? У нас страна... А Россия, она к женскому относится. Конечно, она не просто женна, она просто баба. Настоящая, ядреная, прекрасная баба. Даже как бы и спорить не приходится, потому что, во-первых, она называется Россия, потому что мы говорим родина-мать, в отличие от немцев, которые говорят фазерленд. То есть у них страна отцов, а у нас родина. Родина-мать. Да, родина-мать. Значит, это, конечно, женщина. И русский костюм подтверждает эту теорию невероятно. И более того, я могу сказать, что ничего обидного в этой женскости страны нет точно, потому что если перевести какие-то параллели с животным миром, то, например, тот же павлин, у него просто бледнее и неукрашеннее самки, чем у павлина, невозможно себя придумать. Особенно в контрасте с таким павлином. Да, то есть такой вот павлин с этим хвостом, и просто серая... Серая шейка. Серая шейка, серая маленькая птичка, которая вообще ничем не украшена. Но это называется лимитированный ресурс вида, который означает только одно, что самок больше. То есть самка, при том, что их больше, у самки есть одна яйцеклетка. А самцов у них очень много сперматозоидов, и они в состоянии оплодотворить. Тогда самка может быть, во-первых, неяркой, во-вторых, капризной, в-третьей, чертовски избирательной. И тогда вот эта самая блеклая серая шейка будет выбирать павлина с самым большим хвостом, с самым ярким хвостом. И своим деткам она передаст девочкам страсть к самцам с огромными хвостами. Яркими. Но представить себе самца, который, во-первых, из-за этого хвоста просто не может взлететь. Во-вторых, он может запутаться в ветках, и его съест любой хищник, любой, даже сытый. Но он демонстрирует вот этой блеклой маленькой серой шейке, что, во-первых, он красив. То есть он передаст своему сыну этот самый хвост. Во-вторых, он показывает, что он здоров, потому что хорошие яркие перья означают отсутствие паразитов. А в-третьих, он умён, потому что он остался живым и встретил свою нюансы. То есть это такой набор генов, который самка, конечно, выбирает. Считывает. Конечно. И она берёт именно такого самца. Возвращаясь всё-таки к русскому костюму и к тому, что вы сейчас сказали, как же выглядела вот эта вот русская, роскошная, разухабистая женщина? Она выглядела как прекрасный павлин. Дело в том, что только, вот скажем, на территории России, в центральной России, южная и немного северная, это самые высокие головные уборы в Европе. Дело в том, что женщина, во-первых, положена была носить рога. Рогатые кички – это 70 сантиметров высоты рога. Это молодой дуб, который обтянут красную дубу. То есть женщины носили... Огромные рога, 70-сантиметровые. Это было элементом костюма? Это было элементом костюма. Это костюм молодой девушки, молодухи, которая вышла замуж и которая готова к рождению детей. То есть вот этот самый прекрасный, звёздный момент, она не просто показывает миру, что она хороша. Она... Богиня? Она богиня. У неё, она имеет отношение к высшей силе, к высшей власти. И ничего удивительного в этом нет. При этом, скажем, мужчине положено было носить головной убор не выше 30 сантиметров. То есть изначально мужчину делали всё-таки куропатом, потому что не больше 30 сантиметров. Рубаха, которая скрывает любые плечи, потому что спущенное плечо, он может быть прекрасно сложён, но этого никто не видит. А самое главное – у мужчины закрыты половые органы. То есть длинная рубаха убирает тот самый яркий момент, который показывают все мужчины для того, чтобы доминировать. Он у русских скрыт. И тут появляется женщина. Женский костюм подразделяется на три такие вехи. То есть всё, что имеет отношение к голове – это космос, это небо. Поэтому все головные уборы и называются птичьими названиями. Кокошник – это кокош, это петух. Кичка – это уточка, которая плавает по реке. Сорока – это сорока. То есть всё, что имеет отношение к названию русских головных уборов – это птицы. Средняя часть – это земля. Это все виды оберегов. Потому что у женщины нужно защищать грудь и лона. Две части тела нужно защищать обязательно. Поэтому обереги идут по горлу, по талии. И чтобы через подол не проникли какие-нибудь тёмные силы, обязательно вышивается подол чёрными нитками, чтобы никто не прошёл изнутри. Так вот понятно, для чего всё время… Все украшения, да. Все украшения, когда украшен подол, который, если женщина хочет показать, что-то рассказать о себе миру, она либо сарафан, либо понёва, она немножко поддёргивает. И тогда любой человек может прочесть, что она хочет о себе рассказать. Такая, да, месседж миру. То есть вышивка – это не просто узор и рисунок. Это не просто рассказ. Это даже в какой-то степени легенда о себе. Это то, как я хочу, чтобы мир меня воспринимал. Это очень интересно. Я предлагаю прерваться нам на этой яркой точке. Тонкой ночи. И вернуться к нашему разговору через небольшую паузу. Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова программа «Утренний кофе» и её ведущая Ольга Панченко. И мы продолжаем разговор с театральным художником, художником-постановщиком Викторией Севряковой. Мы с ней говорим о мифологии русского костюма. И говорим о том, насколько важно понимать, откуда мы, где наши корни, какая наша историческая принадлежность, как мы относились к женщине, что такое была русская женщина в русской культуре, и как важно это понимать, чтобы чётко очень прослеживать линию, куда мы идём дальше. Мы поговорили о том, что произошла, к сожалению, такая довольно-таки трагическая историческая фальсификация. Вот этот русский, наш настоящий костюм, он был нивелирован и превращён в некую какую-то европизированную, очень странную, как раз театрально декорированную форму. Когда произошла вот эта первая трансформация русского костюма, когда первый раз отказались от наших настоящих корней? Самое обидное, что он ведь не просто, скажем, забыт или предан забвению, он переведён в ранг какой-то этнографии, какой-то замшелой, и более того, и он выведен вообще из рамки соответствия сегодняшнему человеку. Он где-то находится в исторических... То есть очень обидно, что настоящий костюм, ну, как бы закрыт, вот он спрятан, так ненавязчиво. На самом деле, как бы борьба с русским костюмом, она, как ни странно, имела, и, во-первых, находила волнами. Да, первый борец русской одежды был Пётр Первый, известный. Поскольку он открыл для себя Европу и хотел, чтобы Россия соответствовала Европе, то... Топором обрубив всё. Да, указ носить европейскую одежду был подкреплён телесными наказаниями. То есть если человек продолжал упорствовать, то определённое количество ударов плетью было положено как наказание за несоблюдение этого закона. И надо сказать, что Пётр Первый предложил носить, если верить теории, русской стране носить мужское платье мужских стран. Венгерское и немецкое. Германия и Венгрия – самые яркие, павлиноподобные мужские страны, которые существуют на территории Европы. Даже Франция... То есть он переначал нашу матрицу, получается. Получается, что люди, которые существовали в определённой системе координат, в определённом, более того, веками отработанном гармоничном мире, что меня абсолютно подкупает в русской народной одежде, вот в этой стране всё, что касается русской одежды, всё, что касается женской одежды, это попытка не просто гармонизировать, а вывести на позиции красоты и какого-то космического, выверенной какой-то гармонии. Вот это удивительная вещь, что мы не просто забыли какие-то свои корни, мы забыли возможность переходить в категорию гармонии в ситуации, когда всё сопротивляется этому. Русский костюм и вот эта так красиво выстроенная система подачи женского тела, женской сути. Почему женщин одевали хорошо? Дело в том, что это неутомимый работник, она делала всё. Женщина была всегда, ну как, замена календарю. У женщины организм работает железно. 9 месяцев, да, беременность, каждый месяц, то, что на Руси называлось девоченье, мы как девочки, значит, каждый месяц. То есть женщина – это идеальный календарь, идеальный работник, который делает всё. И самое главное – это источник красоты. Как ни странно, в не очень красивой внешней стране это источник красоты. Поэтому вклады, например, всё, что касается женской одежды, девушки обычно делали всё сами. Если они были, ну как, достаточно художественно одарены, они вышивали сами, ткали лён, он себе, мужу на всю жизнь, и свекрови на всю жизнь. То есть они занимались до 12 лет, до того, как их начинали сватать, они делали одежду для своей семьи. Они делали идеальную одежду для своей вымечтанной семьи. То есть от них зависело, как красиво эта семья будет жить. Поэтому и в момент того, как они делали лён, как они вышивали, вот это всё был вклад в свою счастливую женскую судьбу. И удивительно, что, скажем, понятно, что не все девушки могли вышивать речным жемчугом кокошники, но всё, что касается золотых головных уборов, вышитой золотой нитью, это всё две коровы, три коровы. Это очень дорого. Для среднего крестьянского двора две коровы – это очень дорого. Это очень большие деньги. Две коровы – это стоимость головного убора золотого. Две коровы стоимость? Две коровы. Потому что это золотое шитьё. Потому что, если это касается северных кокошников, это до 300 речных жемчужин. Речной жемчуг добывался в одном месте, это были промышленные производства в районе озера Ильмень-озера, и там добывался крупный речной жемчуг. Значит, начиная от двух коров была стоимость головного убора и кокошника. То есть это был сознательный вклад в будущее. Именно в счастливое будущее. Именно в счастливое, красивое будущее. Я в этой связи не могу вас не спросить по поводу узоров, которые вышивались. Вот эти символы, знаки, обереги, которые обязательно каждая девушка вышивала. И обозначала как-то свою принадлежность к космическому, и защищала себя этими узорами. С узорами, конечно, это такая абсолютно утраченная Атлантида. Мы не умеем их читать. Узоры не умеет читать никто. То есть этот язык потерян? Это утраченное. Понятно, что, скажем, в Индии, в Мексике, когда поколениями передавались какие-то знания по поводу силы орнамента, вот, например, вышивальщицы-мексиканские могут прочесть какую-то часть послания, которое вышито у нас на костюмах. Но они читают свою информацию. По сути дела, в женском костюме был такой деталь, который, в общем-то, можно приравнять к паспорту, потому что это был запон. Это такая занавеска, фартук. На фартуке вышивалось все. То есть можно было понять, из какого я, из какой губернии, из какой семьи, какое у меня положение, сколько лет, сколько детей, солдатка, вдовая. То есть все, вся информация была вышита. Да, была вышита. И более того, я вышивала, что есть сейчас, и я вышивала, что я хочу дальше. Вот эти, все наши современные психологические практики, все эти посылы во Вселенную, вот этот весь посыл во Вселенную был вышит у меня на фартуке. И когда я выходила, было понятно. Да, я солдатка. Но я хочу еще детей. Я хочу встретить принца. И принц это понимал. Он считывал у меня это на моем фартуке. И было понятно, что я, собственно говоря, еще готова к любви. Да, это прекрасно, потому что это не просто послание миру. Это взаимоотношения с миром. Это посыл миру. Это такая тонкая, замечательная вещь, которая только была основана на способах вышивки. Вот одна из абсолютно потрясших меня открытий в этнографическом музее меня привели в библиотеку, где были наброски диссертаций этнографического отдела русского костюма этнографического музея. И когда я попросила, а можно ли почитать сами диссертации, сказали, нет, невозможно, потому что в 1937 году весь отдел русского костюма был расстрелян. Весь. Это два академика и четыре правила. Весь. Это было связано с тем, что каждый занимался своей зоной в русском костюме, но пострадали те ученые, которые занимались вышивкой. Дело в том, что Россия и свастика это не просто две родные вещи. У меня вообще ощущение, что свастика это типичный славянский оберег. В ту самую сторону. И нечего там говорить, что это не... Вот так, как положено, свастический уздор, который идет по часовой стрелке. Все, как есть. Но дело в том, что, начиная с 1921 года, когда нарком просвещения Луначарский подписал первый закон о том, что хорошо бы не распространять свастические узоры. Они в русской одежде называются яргами. Вот эти яргические вышивки. То есть это отъярило солнце, да? Это же все-таки главное, это солярный знак, это знак солнца. Конечно. Не показывать это иностранцам и комсомольским организациям уничтожать комплекты русской женской одежды, которые вышиты яргами. И пошли рейды по всем деревням. Это все показательно исчезали. Поджигали на центральной площади. Все музеи почистили. На сегодняшний момент в нашей стране, которая так зависела от этой свастики, потому что свастика считалась, сильнейший солнечный оберег. Это движение, это бесконечная жизнь, которую можно передавать. И у нас на сегодняшний момент в историческом музее есть три комплекта с яргами. Три. Три из всего вот этой завели. Из кауниси есть несколько сохранившихся. Больше нет вообще. А сколько комплектов одежды вообще женщины и медружка? Женщине положено было не меньше 26 комплектов. Это называется сряда. Вот этих сряд нужно было 26, потому что... Ну, 26-30, потому что каждые 4 года, поскольку у нас меняется все, то каждые 4 года женщина за всю свою жизнь имела разные взаимоотношения со Вселенной. У нее менялся возраст, менялся представление о теле, менялось качество тела. Появлялись дети, появлялся муж. Вот это движение, свастическое движение русской жизни, женской, оно было абсолютно поддержано в одежде. И я каждые 4 года должна поменять полностью комплект одежды, потому что мои отношения с миром меняются. Виктория, спасибо вам огромное за такую интересную беседу. К сожалению, наше время подходит к концу, но я обещаю вам с удовольствием пригласить еще раз к нам на передачу, потому что я знаю, что вы коллекционер нижнего белья, у вас уникальная коллекция, в которой порядка 5000 экземпляров. Это тоже целый мир, это очень интересно. Это тоже, обратите внимание, это тоже тайный мир женщины. Да. Я совершенно не в своих интересах не разбрасываюсь, потому что это тоже тайная история женщины. Это невероятно интересно. И, конечно, все, что касается русского костюма, вот этой связи со своими предками, со своими генами, это понимание мира, развитие интуиции, поддержание каких-то традиций, которые тоже не просто так появились на этой земле, и понимание, и значение того, что мы делаем, и какое место мы занимаем в этом мире, это, безусловно, очень важно. Поэтому спасибо огромное. Я надеюсь, что нашим телезрителям это было очень интересно и очень полезно. Спасибо. С вами была программа «Утренний кофе», ее ведущая Ольга Панченко, а у нас в гостях была Виктория Севрякова, театральный художник, художник-постановщик, заслуженный художник России, замечательный, творческий, очень интересный человек. Спасибо вам. Спасибо.